Вот она жизнь, вот она жизнь, вот она. Здесь потрясающее место для жизни. Ольга Рыбина вспоминает, как впервые познакомилась с Анапским штормом. Два года назад она переехала сюда из Москвы. Ольга бизнес-тренер, занимается в том числе подготовкой медиаторов, посредников, которые помогают решать гражданские споры во внесудебном порядке. То, что сейчас происходит, когда мы сталкиваемся вот так лбами, это, конечно же, не улучшает ни качество жизни, ни меня как человека. И важно, чтобы был рядом человек нейтральный, который поможет тебе разрулить. И чтобы вин-вин было, все вышли с выигрышем. В России роль такого специалиста впервые прописали в законе 7 лет назад. Стояла задача максимально разгрузить судей. Вместе с тем, суд – это всегда война. Ее легко начать, но трудно закончить. Вовремя вернуться за стол переговоров, даже общаясь через посредника, важно не только для бизнеса. Есть целый раздел, посвященный урегулированию конфликтов в семье, когда ребенок часто становится аргументом в споре. По моему мнению, брачно-семейные отношения, когда возникает конфликт из любой сферы, порядок общения с ребенком, между супругами, все, что может привести к конфликтной ситуации. Сначала нужно к медиатору, а потом уже к суд. То есть медиация для брачно-семейных, именно для этой сферы – это самое лучшее, что может быть именно на стадии конфликта. Екатерина из Республики Беларусь. В Анапе своим миротворческим опытом делились около 200 участников со всей России, а также стран ближнего зарубежья. Их поприветствовал заместитель главы города Эдуард Балмашев. По его словам, Анапа остается одним из наиболее удобных и комфортных мест для проведения подобного рода форумов. У нас на сегодняшний момент достаточно и отелей, достаточно и площадок, на которых можно проводить такого рода мероприятия. Однозначно, мы готовы принимать больше, и наш бизнес очень заинтересован в развитии, и все внимательно сюда и очень относятся, скажем так, трепетно подходят к таким мероприятиям, посещают, смотрят, интересуются, что это, как это. Организаторы отмечают, что специально выбрали майские праздники, чтобы участники сочетали знакомство и обмен полезной информацией с отдыхом, который необходим при напряженной работе. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.